Расскажи, уже три дня прошло после боя, уже третий день, что ты чувствуешь, как ты себя чувствуешь вообще, вот этот хайп, который поднялся вокруг тебя, как ты относишься к нему? Нормально чувствую, брат, лично, как обычно. Человеком себя чувствую. Ну, особенным человеком, если слушать Дана Уайта? Нет, обычным человеком чувствую себя. Амзат, что ты сделал после боя? Вы как-то отметили это? Нет, ничего такого. Посидели мы, покушали, пообщались. Зеленый костюм я заценил. Как? Кто? Зеленый костюм я твой заценил, конечно. Амзат, это не я сам, это мой менеджер там выбрал и Адели. Поехали просто, Адели приехали. Амзат, все-таки 17 секунд, это как бы, знаешь, я знаю, что многие собирались там и ждали месяц этот бой. В 4 утра все собрались, закупились, 17 секунд и разъехали все как-то. Ты вот планировал в первом раунде это все завершить? Ну, я всегда планирую, чтобы соперника выиграть досрочно. Но я не знал, что за 17 секунд он упадет. Попал и упал. Нормально, мысли. Ну, ты, план вообще на бой был какой-то, вот там, в первом раунде, в боксе, во втором раунде? Да, был такой план. В первом раунде был план такой, побоксировать. Все, будешь ждать моих тогдаун, узнали. Поэтому хотели чуть побоксировать. Мы знали, что у нас получит столько, намного лучше, чем у него. Все думают, что я болен. Но тренер сказал, что ты в партии все равно выиграешь. Но в начале пару лет... То есть специально ты хотел показать свой бокс? Да, бокс. Ты, вот тебе не показалось, что до боя ты ему уже нанес какую-то психологическую давку? Да, я когда смотрел его в глаза, когда он уже был там, перед боем, когда фейст и фейст стояли, был у него страх в глазах. Я видел, как чувствовалось такое. Что он уже хочет быть там. Но все, смотрите, слова, которые были до боя, ты целенаправленно хотел его сломать, да, как я понимаю? Ну, я не хотел вообще говорить про него. Он начал говорить, и я тоже завелся. Ну типа, окей, давай тогда. Да, если ты хочешь поговорить, я с радостью поговорю. Если ты с уважением относишься ко мне, я тоже с уважением отнесусь к тебе и буду молчать. Амзат, ну, я вот сейчас смотрел Кормье, он говорил, что этот поезд Хайба, который вокруг тебя, он скоро не остановится, и что он даже будет машинистом в этом поезде. Как ты вообще относишься ко всем вот этим высказываниям? Джо Роган, Кормье, Хильвани, Дану Вайт, все просто как бы в восторге от тебя. Тебе вот эти слова неприятны или ты просто относишься к этому? Ну, мне без разницы, брат, что они говорят. Я свое дело делаю, и свою работу на пять делаю всегда, и хочу так дальше делать. Люди всякие будут говорить. Хорошее и плохое. Я на это внимание не обращаю. Просто иду дальше. Вообще, есть какой-нибудь, не знаю, спортсмен, человек, кто-нибудь сейчас, который вот тебе сказал бы, типа вот, Амзат, ты красавец, тебе было бы приятно? Мне кажется, как будто ты очень ко всем спокойно относишься. Брат, я не знаю, брат. Сейчас, ну, тут люди подходят со мной, фоткают. Один парень подошел, у него рука дергалась, вот так, можешь подписать? Нет, это такое, такое вещь. Ты не понимаешь, да? Да, я не понимаю такие вещи, потому что все люди одинаковые. Я человек, любой тоже человек человек. Если там я Мухаммада Али увидел бы, я не был бы такой, как пол-инвалид подошел к нему, короче, дай фоткаться, такой дергался. Ну, если смогу, сфоткаюсь и подпишись, подпишись, подпишись. Ну, подпись для меня нужен такой, фоткаю, хотел бы я остаться с любым таким знаменитым боксером, знаешь. Бокс я очень люблю. Ну, если получится, получится, не получится, со стороны посмотрю на него и уйду. Он же тоже человек, он пахал просто и стал этим человеком, работал. Каждый, кто работает усердно, тоже можешь добиться. Если не таких же успехов, ну, высот можно добиться. Амзат, расскажи мне, пожалуйста, буквально полгода назад, о чем ты думал? Вот ты по-любому тренировался в Швеции, ты был в Лиге Брейв. И вот какие у тебя были мысли тогда? Мысли были, ну, они бой не давали восемь месяцев. Думал, что я боюсь, подержусь с ним. Подрался я этот чемпион, их нет, вообще такой, какой-то ончес непонятный, короче. Так не получилось. И когда, ну, думал, в следующем году есть контракт, уже в августе у меня заканчивался, ну, они, слава Богу, нормально мне дали уйти по-доброму. И получилось, что в UFC попало. Думал, что в следующем году, короче, после декабря я подирую с UFC. А сейчас так быстро все получилось. Амзат. А ты зарабатывал на жизнь другими путями? Может, где-то еще подрабатывал? Да, работал я. Ну, как, я, по-моему, раньше к тебе говорил, да. Я охранником так работал, в секьюрити. В какой-то компании? Да, в компании. Мой друг, у него есть такая компания, в разных местах охрана и работают люди. Получалось такое, что нужно было применить лоу-кики или вот право-эрсет. В Стокгольме меня до этого хайпа, многие знают, что в Стокгольме меня знали. Нормально все было. Хамзат, давай вернемся к последнему бою. Вот после боя был разговор с Даней у вас личный? Если не секрет. Да, был. Он поздравлял меня. Радовался. Он тоже так радовался. Случайно не он был тем фанатом, у кого дергалась рука? А? Я говорю, случайно не он? Нет, нет, нет. Ну что он сказал? Он тебе сказал, что готов дать сразу через месяц бой? Он сказал, посмотрим. Они сказали, что будет сложно теперь найти кого-то. Они думают, что Дэмиан Майя тоже не захочется. И теперь они говорят, что людям не интересно, чтобы я Дэмиан подрался. Они хотят... Я думаю, тебе и самому сейчас не интересно. Ну мне без разницы, если сейчас кто-то подраться, следующий за титул, если дадут вообще четко быть. Скорее подойти до этого пояса и победить кого-то. Ну, примерно, вот с кем бы ты хотел подраться? Вот сейчас, может сказать. Ты говорил, что Усман Кобинсон, Бернс, Масвидаль, Вандербой. Вот одно, если выделить, с кем бы ты хотел подраться? Да, с Хорфи я хотел подраться. Потому что имя у него большое, могу его побить, сразу кидел получить. Амзад, еще раз, с кем? С Хорфи я хотел подраться. Да, у него хорфи большое имя, если его побить, можно сразу за титул побить. Ты понимаешь, он же не только недавно титул забрал, не за титул брался, и еще какой-то этот, как его, короче. BMF? Да, BMF, короче, это тупой пояс у него. А ты хотел бы забрать этот пояс тоже себе? Нет, братан, я... Это их пояс, мне не нужен. И не реальный пояс нужен. Просто Дан Вань говорил, что ты жесткий гангстер и... Просто переводи этот BMF, короче, на русский, брат. Не захотелось бы... Я, наверное, еще не до конца понял, что Дану значит. Ну, чего я такой пояс? Лучше оставлю. Мы джигиты, брат, мы не гангстеры. Джигиты сильнее гангстеров. Я полностью согласен с тобой. И вот, Масвидаль, да, и как ты думаешь, просто сейчас экспертов я когда слушал, очень много подкастов было, выпусков, все говорят, что сейчас они хотят тебя поставить минимум в топ-5. И все говорят, что Мершер, он был все-таки не твой уровень. Вот, знаешь, это всегда так. Да, это он говорит, что я не его уровень, сейчас и это он оказался не мой уровень, что ли. Что он как бы не дотягивает до тебя, понимаешь? И вот они хотят видеть себя более опытным бойцом. И ты как, готов? Ну, ты сам готов с Масвидалем, интересно? Как ты думаешь? Да, я со всеми готов. Я, я, знаешь, на первом году в бою говорил, я готов со всеми подраться. Я всегда готов, брат, я буду драться, с кем мне предложат. Думаю, они сами найдут какого-то хорошего. Ну, рановать не сказал, да, примерно имя бойца? Не, он примерно, ну, эти номинары, этот топ-5 он назвал, посмотрим, что, как получится. Просто этот топ-5 тоже все не согласятся сразу. Они будут играть, типа, ну, а он только что три боя сделал, там, этот не топ-боец, короче, могут они на этом цепляться и избежать. Ну, мне наоборот кажется, Амзат, что сейчас все из топа захотят остановить тебя. Знаешь, вот это желание хайпа будет. Надеюсь на это, что они захотят так. Амзат, видел твою фотку с Усманом? Да. И что-то вы друг другу сказали, я думаю, что вы не подружились. Нет, мы встретились там, он с Али был там в ресторане. Мы тоже там рядом сидели, они подошли. И Али зашел, он на улице стоял, так, знаешь, он думал, что я буду наезжать, но, не знаю, что-то он может на улице просто стоял. Я стал, не по кайфу, вышел, там, Салам ему кинул, давай с нами присоединяйся, короче, ему садал. И там поговорили. Ну, я с тебя скоро размажу, не было такого? Нет, зачем его размажать? Мне в ресторане брать. Клетки размажем, нормально. Я ему там сказал, ну, бои-бои, а на улице мы все нормально. Ну, я и говорю, что скоро, скоро, знаешь, скоро встретимся. Ну, да, я сказал, скоро увидимся. Если поешь, будешь лежать, скоро увидимся, сказал. Амзат, расскажи, какие у тебя сейчас планы? Ты будешь в Лас-Вегасе дальше тренироваться? Нет, брат, я сейчас в Швеции обратно. В лагерь, надо подготовиться опять. Военно. Амзат, если вернуться, когда ты только начинал свою профкарьеру, расскажи, кто из бойцов тебя симпатизировал и на кого ты хотел равняться именно из МАМА? Я бокс смотрю очень много. МАМА Тинджей делал, что мне очень нравился. На него смотрел, на технику, руки, как он бросает эти дни. Но у меня не так хорошо получается бросать ноги, руки на МАМА. Так, в боксе мне Геннадий Головкин нравится, его чувствую. Канелы нравятся, их смотрят. Твои смотрю, я бокс смотрю очень много. Я тебя понял. Амзат, спасибо тебе за это интервью. Надеюсь, что это не будет недолго, что ты через месяц вернешься, а то прошло три дня, многие переживают уже, куда ты пропал. В общем, ждем тебя, ждем тебя снова в клетке. Спасибо огромное. Удачи тебе.